Настоящее время 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 Прокомментировать Новую военную стратегию Украины Перед нашей программой Мы попросили Украинского эксперта По военным вопросам Григория Перепелицу Григорий Николаевич Здравствуйте Мой первый вопрос О взбунтовавшихся гвардейцах Сможет ли новый министр Их успокоить Так как до своего назначения Он как раз и возглавлял Национальную гвардию Добрый день Я считаю Что генерал Полторак Должен быть давно Решить этот вопрос Потому что Этот вопрос Административного Бытового уровня Связанный С несвоим временным Выплатой Денежного удовольствия Солдатам Национальной гвардии И некоторыми Административно-правовыми Проблемами Которые решаются На уровне Руководства Национальной гвардии Просто этим моментом Воспользовались Определенные силы Которые пытаются Дестабилизировать Ситуацию в стране За время конфликтов В Крыму И на востоке страны Это уже четвертый Министр обороны В Украине Удастся ли ему Изменить армию Как того требует президент Я не думаю Что новому министру Генералу Полтораку Удастся это сделать То есть Выполнить Задание Президента В полном объеме Потому что Карьера Генерала Полторака Проходила В внутренних войсках И национальной гвардии Это совершенно Другая структура Ежели такой сложный Организм Как вооруженные силы Поэтому очевидно Что новый министр Также продержится На своем посту Несколько месяцев Вы считаете Что это назначение Политическое? Да Я считаю Что это Назначение Политическое Поскольку Президент Не может Выбрать Из генералитета И теперешнего Руководства Вооруженных сил Человека Который бы Смог справиться С этими задачами Каковы шансы Того Что Минский Мирный договор Из-за систематических Нарушений Просто будет Расторгнут Договор Не будет Отменен Потому что И российская сторона И украинская Нуждаются В определенном Контакте В проведении Таких Дипломатических Переговоров Но Просто Этот договор Не будет Выполняться Он сейчас Уже не Выполняется С российской стороны И сепаратистов И конечно Украина Не будет В этих условиях Постоянно Придерживаться Этого договора Она Вынуждена Будет Отвечать Соответственно Адекватно Или симметрично На те Постоянные Атаки Вооруженных сил России И Донецких Сепаратистов Которые Не прокрещаются По сей день В Украине Новый министр обороны На вопросы программы Настоящее время Из Киева Отвечал Эксперт По военным вопросам Григорий Перепилийца Благодарю вас Согласиться На невыгодный Киеву Минский мирный договор Украину Заставил Евросоюз В чем ранее Признавалась Президент Литвы Дали Грибоускайте Об этом мы говорили С известным Политологом Леонидосом Донскисом И в интервью Программе Настоящее время Он высказал Предположение Что Европейский Союз готов Нарушать Интересы Украины Ради Собственной Безопасности Евросоюз Просто Он хочет Как-нибудь Отодвинуть Эпицентр Весь этот Как бы Подаршить себя Потому что Если будет продолжаться Война в Украине Это просто Чревато Только Я думаю Что в этой игре Украина Не станет Абсолютно Пострадавшим Как бы Актером Потому что Они уже Защитили Часть своего Достоинства Независимости Но то Что не все Выгодно Для Украины То что Евросоюз Играет Свою игру И преследует Свои цели Это бесспорно Тем временем Соединенные Штаты Не теряют Надежды На диалог С Россией В перспективах Двусторонних отношений Разбирались Наши коллеги В Вашингтоне Вам слово Да Сергей Собственно Диалог происходит Уже сейчас Госекретарь США Джон Кири Встречается В Париже С министром Иностранных дел России Сергеем Лавровым Главная тема встречи Ситуация в Украине Возможности диалога С Россией Новые перезагрузки Американо-российских отношений Джон Кири Сказал в эксклюзивном Интервью Голоса Америки Я никогда не считал Что простым нажатием Кнопки Можно все изменить По поводу России И ее отношений С США И Западом Всегда был интерес Я полагаю Что мы эффективно Сотрудничаем По ряду различных вопросов Даже с учетом того Что у нас Серьезнейшее разногласие В том Что касается Украины Мы сотрудничаем По Ирану По Северной Корее По вопросам борьбы С терроризмом И нераспространением Ядерного оружия Мы сотрудничаем По широкому спектру вопросов Я надеюсь Что с минскими соглашениями По Украине Был заложен фундамент Для продвижения вперед И снижения напряженности С точки зрения Соединенных Штатов Мы не ищем Нового периода конфликта С Россией Если Россия будет Соблюдать договор Под которым Она подписалась В Минске Из этой сложной ситуации Будет выход Мы с нетерпением Ждем возможности Найти эти области Сотрудничества Но мы не уступим В принципиальных вопросах Мы не откажемся Защищать те вещи За которые мы выступаем И которые Как мы считаем Поддерживает Мировое сообщество А именно Верховенство закона Суверенитет государства Право граждан Принимать Их собственные решения Об их будущем Внутри их собственной страны А не под дулом Пистолета Или танковой пушки Или угрозой вторжения Мы очень надеемся Что у нас будет диалог Я заметил Что министр Иностранных дел Лавров Несколько дней назад Говорил о концепции Перезагрузки 2.0 Что бы это ни означало Мне не нравится Тервин перезагрузка Но я очень хочу Выяснить Что они видят Как возможность Наших отношений И я думаю Что выиграет Весь мир Если великие Мировые державы Найдут путь Снизить трение Сократить конфликт И работать В направлении Решения общих вопросов У нас есть Достаточное количество Серьезных Общих проблем Особенно У стран-участниц Переговоров По иранской Ядерной программе Мы должны Сотрудничать И найти этот путь Сотрудничества Если сможем Парижская встреча Глав внешнеполитических Ведомств США и России Проходит на фоне Заявления Владимира Путина Об отводе Российских войск Полигонов Ростовской области На места Постоянной дислокации В социальных сетях Эта новость Не вызвала Особого ажиотажа Вот например Евген Воробьев Из Польского института По международным делам Пишет в твиттере Стоит помнить о том Что это не первый раз Когда Путин Объявляет Об отводе войск Он уже сделал это 19 мая После чего Последовала эскалация Оппозиционер Борис Немцов Пишет по тому же Поводу в фейсбуке Проект Новороссия Закрыт Цитата Единственное Что хотел и получил Имеется ввиду Владимир Путин Так это высокий рейтинг Основанный на имперской Истерике И циничной лже Агитпропа Но это ненадолго Скоро народ поймет Что цены выросли А дохода нет Свалить все на Обаму Не получится Американские службы Здравоохранения Мобилизуют все ресурсы После очередного Заражения Лихорадка Эбола На этот раз Вирус был обнаружен Медсестрой из Далласа Штат Техас Которая ухаживала За пациентом Скончавшимся на прошлой неделе С нами на связи Наш корреспондент Игорь Тихоненко Игорь, добрый день Известно ли вообще Как это произошло Доброго времени суток Наташа Медсестра Которая идет речь Была в перчатках Маске И специальном Медицинском халате Когда она работала С ныне уже покойным Томасом Дунканом И от которого Она скорее всего Заразилась смертельным Вирусом Эбола По словам Директора Центров По профилактике И контролю За заболеваниями Тома Фридена Скорее всего Имело место Нарушение Протокола По безопасности Давайте пожалуйста Послушаем Вот что он сказал Вчера выступая Перед журналистами По этому поводу Очевидно Имело место Нарушение протокола Наш многолетний опыт Показывает Что обеспечить Уход за пациентами С Эболой Без риска Для медработников Возможно Однако Мы также знаем Что это очень сложно И малейшее нарушение Может привести К заражению Фридена Медсестра Которая идет речь Могла заразиться Эболой Уже после того Как она сняла С себя все средства Защиты Перчатки Маску Халат И на ее кожу Попали капельки С жидкостью Вирус С вирусом Эболой На самом деле Вчера в прессу Просочилось Уже и имя Этой медсестры Ее зовут Нина Фэм Ей 26 лет И врачи На сегодняшний день Оценивают Ее состояние Как стабильное Вчера же Ей было произведено Срочное переливание Крови От ее Соотечественника Американца Кента Брентли Который работал На одну из известных Американских Гуманитарных организаций В Либерии Заразился там Вирусом Эбола Однако от него После восстановился Наташа Спасибо Это был наш корреспондент Игорь Тихоненко Передаем слово Коллегам в Праге Сергей Разворот России С запада на восток Дает свои результаты По итогам визита Премьер-министра Китая В Москву Было подписано 38 соглашений Главным из которых Стал валютный обмен Рубль-юань И создание Евразийского Скоростного Транспортного коридора Соединяющего Москву с Пекином Шахид и Якуб Подробнее Визит китайского Премьера Состоялся в то время Когда России Как никогда Нужны инвестиции Для того Чтобы противостоять Западным санкциям Китай стал Спасательным кругом Для российских Внешторгбанка Сельхозбанка И Внешэкономбанка Которые пострадали От западных санкций Именно эти банки Имел ввиду Российский премьер Ситуация В мировых финансах Она не самая простая Далеко не все страны Развиваются быстро И у нас есть Свои сложности Тем не менее Крупнейшие банки Наших стран Достигли договоренности Об открытии Кредитных линий Для совместных Проектов Мне кажется Это тоже Очень важно Для того Чтобы сотрудничество Между Россией Китай развивалась В предсказуемом Современном ключе Чтобы финансировались Все наши проекты И такие крупнейшие Как энергетические И проекты поменьше Спасен был также И российский Нефтяной гигант Роснефть Который договорился О поставках Жиженного газа В Китай И возможности Строительства Нового трубопровода В 2015 году Тем временем Отношения России с Китаем В контексте Санкции ЕС и США Обретают новый характер Но они вряд ли будут Взаимовыгодными В этом уверен Российский политик Основатель партии Яблоко Григорий Явлинский Фрагмент интервью Которое мы взяли На полях Международного Пражского форума 2000 Китай На кошачьих лапах Как всегда Это в Китае делается Подойдет И отберет Все что ему надо Это Неравная игра И я думаю Что Ставка На китайские проекты В таких масштабах В таком смысле Вот в таком смысле Она ошибочна Между тем Российские СМИ Сообщали И делали это не раз Что некоторые Производители Деликатесов Из ЕС Сыров и морепродуктов Страдают от ответных Санкций Москвы Что люди в Европе Теряют работу Григорий Явлинский Это врань Для ВВП Европы Все эти санкции Меньше одного процента Составляют А для Соединенных Штатов Пять сотых Одного процента Здесь не о чем разговаривать Тем временем Российскую компанию Башнефть Может ждать Участь Компании Юкос Михаил Ходорковский Видит здесь Определенную связь Вскоре уже об этом Наши коллеги из Вашингтона Я же лишь Приведу цитату Главы Роснефти Игоря Сечина Который назвал Мифом Связь между Расследованием В отношении Главы АФК Система И конфликтом Последнего С Роснефтью О чем ранее Говорил Ходорковский Коллеги вам слово Да Сергей Но все же Многие сравнивают Историю АФК Система Владимира Евтушенкова С делом Юкоса Ну вот в том числе Действительно Михаил Ходорковский Об этом он рассказал Корреспонденту Голоса Америки Михаилу Гудкину Во время беседы Которая состоялась В Нью-Йоркском Центральном парке Путинское окружение Когда у него Есть интерес К получению То или иной Собственности Действует Очень такими Традиционными Методами Но конечно Я прекрасно знаю Владимира Евтушенкова Это человек Который Всегда Был верен Курсу Вне зависимости Какой Это курс Был И соответственно Здесь речь идет Только О конкретной Корыстной Заинтересованности Людей В переделе Собственности Здесь речь идет О том Что По всей видимости Возможности Дмитрия Медведева Который Решал Какие-то Проблемы Ослабли А возможности Игоря Ивановича Сечина Возросли Михаил Борисович Выступая в Вашингтоне В организации Freedom House Вы сказали Что Возврат К социальной справедливости В России Невозможен Без устранения Последствий Несправедливой Приватизации Я в социальных сетях Видел Что ваши Вот эти слова Критически Или вернее Скептически Воспринимаются Многими людьми Именно из ваших уст И даже Те люди Которые с большим уважением Относятся К тому Как достойно Вы провели Последние 10 лет Считают вас Символом Вот той самой Несправедливой Приватизации Что вы можете сказать Этим людям Вы знаете Меня совершенно В данном случае Передо мной Совершенно Не стоит задача В чем-нибудь Убедить Тех людей Которые по тем Или иным причинам Считают Что 10 лет Проведенные мной В тюрьме Недостаточный Срок Для того Чтобы я мог Переосмыслить Какие-то Ошибки Которые я Сделал В своем Прошлом Я говорю То, что Мне кажется Правильным Хотя Я и не считаю Что вопрос Восстановления Социальной Справедливости Единственный Основной Или даже Самый главный Который нам Предстоит решить Наверное Более важным Вопросом Все-таки Является Повышение Эффективности Производства В целом А его не решить Если не Заинтересовать В работе В России То Новое Молодое Поколение Которое Сейчас Выходит В жизни Которое Достигает Совершенно Оглушительных Успехов Но К глубокому Сожалению Находит Себя Все чаще За пределами России Я не против Того Что люди Ищут себя За пределами России Но Конечно Мне хотелось бы Чтобы и в России Были созданы Такие условия Когда Людям Было бы Интереснее Работать У нас Михаил Борисович Я заметил Что вы Постоянно Говорите Наша страна Что нужно Сделать Нашу страну Удобной Для жизни Комфортной Для бизнеса И так далее Немножко Расскажите О вашем Психологическом Состоянии Вот вы Десять лет Я знаю Не были дома И сейчас Вы находитесь За границей Ну я Пятьдесят лет Прожил В России И мне Вряд ли Было бы Интересно Перестраиваться Для того Чтобы Стать Гражданином Мира Хотя Я себя Комфортно Чувствую И в Америке И в Швейцарии Но Дома Я Конечно В России Это был Михаил Ходорковский В США Проживает На сегодняшний День 492 Миллиардера Имена Некоторых Из них Известны Не только Благодаря Достижениям В бизнесе И щедрым Пожертвованиям Но и Благодаря Попыткам Повлиять На политику Автор книги Миллиардеры Считает Что чем Больше Богатых Людей Будут Преуспевать В политике Тем больше Им подобных Захотят Вступить В эту игру Личное письмо Дональда Трампа Полученное По электронной Почте Политолог Даррил Уэст Забрал В рамочку И бережно Хранит В своем Офисе В письме Всего Одна строчка Даррил Ты глупец Так эксцентричный Миллиардер Отреагировал На мнение Высказанное Экспертом В газетном Интервью Что и Республиканской Партии Лучше не приглашать Трампа Выступать На национальном Съезде Это не приведет Ни к чему Кроме неприятностей И хотя Трамп В итоге решил Не баллотироваться На пост президента В 2012 Присутствие Большого капитала В политике Становится Все более ощутимым И публичным Что представляет Из себя Типичный миллиардер В мире сегодня Проживают Около 1600 миллиардеров 90% Из них Мужчины 65% Белые Средний возраст 63 года У них Очень специфические Взгляды По вопросам Образования Здравоохранения Налогов В сфере Образования Они менее Склонны Поддерживать Обеспечение Равных Возможностей Всем детям За счет Государства В сфере Здравоохранения Они не согласны На повышение Налогов Целью Обеспечения Универсального Медицинского Страхования И в целом Они не готовы Пойти на повышение Налогов Для богатых Людей При этом Их взгляды Имеют значение Потому что У них есть Финансовые ресурсы Получить доступ К высшим эшелонам Власти И это влияет На политические решения Сторонники Большого капитала Говорят, что Повода для беспокойства Нет Что тут такого? Талантливый Деятельный человек Реализовал себя В одной области И хочет поработать На благо общества У нас всегда были Богатые люди Которые были Политически активны В прошлом веке У нас были Рокфеллеры Карнеги Которые пытались Слиять на Американскую политику Но то, что изменилось Сегодня у нас Больше миллиардеров Больше концентрации Капитала Они гораздо больше Вовлечены в процесс И пытаются Влиять на него Причем Новостные организации Сегодня гораздо Слабее Чем 10-20 лет назад И гораздо меньше Наблюдений Контроля Над происходящим На выборах 2016 Мы ожидаем Битву миллиардеров На стороне Республиканцев Есть несколько Консервативных Миллиардеров Хилари Клинтон Начала Заручаться Поддержкой Миллиардеров Так что Всем понятно Что на политическую Кампанию 2016 года Будут потрачены Миллиарды И миллиардеры Будут значительными Игроками На этих выборах Миллиардеры Шли на выборы Более чем В 12 странах По словам Уэста И в большинстве Случаев Они победили Когда смотришь Во всем мире На миллиардеров Которые стали Политиками Практически Повсеместно Высказываются Претензии По поводу Назначениями Своих приближенных Внутренних сделок Явного конфликта Интересов И люди Используют Своё влияние Чтобы обеспечить Особое отношение Государства Это стало проблемой Во многих местах Содержание разговоров Которых Люди должны Обращать внимание На то Что происходит Новый президент Украины Пётр Порошенко Получил положительные Отзывы За жесткую Внешнюю политику В попытке Защитить Свою страну От Путина Я думаю Что оценка Его деятельности Во внутренней Политике Украины Пока остается Под вопросом Потому что Миллиардеров Зачастую Обвиняют Во внутренних сделках А в Украине Широко распространена Коррупция Так что вопрос Заключается в том Сможет ли он Вычистить коррупцию И захочет ли он Это сделать Хороший вопрос Передаем слово Коллегам в Праге Лидер Чечни Рамзан Кадыров Очень любит Упоминать Шайтана Чтобы дурного Не случилось Кадыров Вначале Вспомнит Шайтана А потом Всех остальных Виновных Однако Нечистая сила Не помешала Лидеру Чечни Продолжить Празднование Дня ОМОНа Когда Прогремел Мощный взрыв И появились Жертвы Эту тему В пинцете Держит Шахид и Якуб Комментируя взрыв Рамзан Кадыров Как обычно Проявил Хладнокровие И оптимизм Праздничный День у нас Шайтанам Это не нравится Вот они Подготовились Хотели Так сказать Испортить нам Праздник Ну вот Во всем виноват Шайтан А не те Нерадивые Сотрудники Уголовного Розыска И ОМОНа Которые В массовом Порядке Отправились Отмечать Профессиональный Праздник А праздник Прошел На всю катушку И об этом Рамзан Кадыров Сообщил В социальной сети Инстаграм Дай Аллах Мира Вашему народу Цените Берегите Рамзана Потому что Он гарант Этого мира Рамзан Ападыч Вы должны знать Что в Крыму У вас сегодня Есть друзья С днем рождения Грозный Поздравляю вас всех Видимо Рамзан был твердо Намерен провести Праздник И никакой Камикадзе Не мог этому Помешать И ничего Что в результате Взрыва Погибло 5 человек И несколько Было раненых Праздник Продолжался Вопреки Просьбам Шайтана И вообще Рамзан Кадыров Очень часто Упоминает Шайтана В своих интервью В шайтанах У него числился Боевик Доха Умаров Секс Он тоже Назвал Занятием Шайтанским Но А боевики Исламского Государства У него Не только Шайтан Они еще Финансируемые Западом Шайтан Я Во-первых Не знаю Исламское Государство Там Группа Шайтанов Которые Финансируют Запад Или Европа Собрались И выполняют Споставленные Задачи Это Мое Так сказать Мнение Я искренне Завидую Рамзану Кадырову У которого Как видно Только один Единственный враг И то невидимый И зовут его Шайтан Продолжая тему Нечистой силы Дракула Один из самых Популярных героев Большого экрана Роман Брама Стокера Пережил Несколько Десятков Экранизаций Где граф Представит Мягко говоря Малоприятным Персонажем О новом фильме Режиссера Гарри Шора Посвященном Периоду Когда жизнь Дракула Выглядела Совсем иначе Рассказывает Юлия Фелл Дракула История Начинается В те времена Когда Влад Был величайшим Правителем Доблестным Воином И страстным Мужчиной Но судьба Сводит его С коварным И безжалостным И тогда Дракула Заключает сделку Он продает Свою душу И становится Вампиром На счету Британского Актера Серьезные образы В картинах Никто не выжил Ворон и Фарса 6 И создатели Новой киноленты Явно угадали С выбором По словам Самого Люка Эванса В основе фильма Лежит скорее Историческая перспектива Нежели фантастические Истории Которыми его Персонаж Оброс За несколько веков Мы хотели Оставить историю Сырой И примитивной Хотели рассказать То что было На самом деле У нас была Свобода И право Делать все Что угодно Рассказывать Все что хотим О человеке Который стоит За этим Легендарным Вампиром Мы хотели Чтобы Дракула Предстал Грубым Темным И нетипичным Персонажем Готовясь К этой роли Эван сел На специальную Диету Провел Несколько месяцев В спортзале И овладел Средневековым Искусством Боя на мечах Я тренировался Целыми днями Ел курицу Говядину Рыбу Зеленые овощи Тренировался Каждый день Тренировался И репетировал Вот и все Из чего Состоял мой день В фильме Также снялись Доминик Купер В роли Турецкого султана И Сара Гадон В роли Жены Дракулы Чарльз Дудан Судасталась Роль демона Превратившего Влада Вампира Это была последняя Страница Нашего тележурнала Который подготовили Для вас Вашингтон И Прага Спасибо Сергей Мы благодарим Коллег Вашингтоне И всех наших зрителей Смотрите нас В социальных сетях И в эфире Своих национальных Телеканалов Настоящее время Вновь наступит Уже завтра вечером Я Сергей Дорофеев Всего доброго И до свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова